Здравствуйте! Добрый вечер, дорогие наши любители кино! Приветствую вас в Вардхаус-клубе. Мы сегодня с вами посмотрим фильм мэтро французской новой волны. Вы, наверное, помните, мы с вами уже смотрели фильмы из французской новой волны, таких режиссеров, как Франсу Атрефо, Гадара, Жака Реветта. И фильмы эти можно охарактеризовать как экспериментальные, то есть режиссеры старались какие-то новые формы, новые методы у рабочей стали применить. И вот сегодня мы будем смотреть фильм о Клод Шапроле, называется он «Кузен». Родился Клод Шапроле 23 июня 1932 года в Сардане, это сельская коммуна во Франции. Его родители и дед были фармацевтами и, в общем-то, предполагалось, что мальчик тоже продолжит это семейное дело. Но Шапроле не от холодности к формации, он сразу полюбил кинематограф, пропадал все время в сельском клубе, где показывали кино, в основном там показывали детективы, и ему это очень нравится. После Второй мировой войны Шапроле переехал в Париж, где изучал в Сардане литературу, медицину, и он устраивается работать критиком в журнале «Колье дюйт-сенема», и как раз в этом журнале он знакомится со своими кинематографистами-друзьями. В качестве критика Шапроле продвигал авторское кино и выступал за реализм в морали и эстетике, и продвигал такие приемы, как мизансцену и съемку с глубоким фокусом, что, по его словам, зритель приближало к фильму, то есть, в общем-то, делало фильм более динамичным и приближало зрителя, создавая его новым образом. Первым фильмом Шапроле был фильм «Красавчик-Серж», который он снял в 1958 году. Но надо сказать, что фильмы, это довольно было затратное мероприятие, денег у Шапроле не было. Но тут его жена получила небольшое наследство и отдала все это наследство своему мужу, которым он распорядился, и снял на эти деньги дебютный фильм. Нужно сказать, что «Красавчик-Серж» — это провинциальная драма о молодом человеке, и, в общем-то, этот фильм стал как манифестом новой волны, то есть, это практически была первая лампочка. Снимала Шапроле фильм в течение трех месяцев в своем родном городке Сатан, с небольшой киногруппой, с актерами, никому неизвестными на ту пору. Но фильм получил восхищенные отзывы, зрители полюбили. В общем-то, фильм не был заявлен как коммерческий, но получил коммерческий успех. И также был награжден, завоевал гран-при на кинофестивале «Влакарно». Критики обратили внимание также на сходство стилей Шаброле и Хичкопа, то есть, какие-то параллели проводились. Ну, в общем-то, Шаброле не скрывал, что он учился на этих фильмах. Вслед за первым успехом Шаброле тут же снимает фильм «Кузенок», который мы с вами будем смотреть. Он уже был снят в 1959 году. В картине уже определились многие черты, которые, можно сказать, характерны, то есть, стали характерными для изборок фильмов. Такие, например, как критическое изображение французской буржуразии, показ персонажей с неоднозначными мотивами и обязательное убийство в фильме присутствует для него. Также это был вот этот фильм «Кузена», это был первый фильм, который Шаброле снял с авторствием со своим партнером Полин Джедову, о котором сам режиссер говорил. Он может сделать персонаж абсолютно смешным и буквально через две секунды вызывающим ненависть. И фильмы, которые они сняли совместно, обладали большим коммерческим успехом. То есть, очень хорошо расходились во Франции. На прибыль от первых двух фильмов Шаброле создал продюсерскую фирму и помогал своим друзьям, спонсировал их в съемках фильмов, финансировал своих друзей, за что его, в общем-то, и прозвали «Крестным отцом французской новой волны». Снимал он по одному фильму в год. Нужно сказать, что ранние фильмы его можно отнести к этому течению, направлению кинематографа, как в французской новой волны, а в более поздний период уже здесь осознанно коммерческие фильмы он снимал. Финансирование в 60-х годах для фильмов было получить трудно, поэтому Шаброле не скрывал, что он снимал халтуру иногда. То есть, это пародии на всякие триллеры, какие-то там детективчики, которые, в общем-то, довольно хорошо смотрели зрителями и имели тоже, в общем-то, успех. В большую известность ему принесли такие картины, как «Милашки», «Околукавого» и пародийный триллер «Тигр любит свежую плоть». В фильме «Околукавого» главную роль женскую исполнила впервые вторая жена Шаброле – Степан Адрам. В 1964 году они поженились и работали вместе вплоть до конца 70-х годов. Самым ярким и плодосморным периодом творчества Шаброле стал конец 60-х – начало 70-х годов, когда им были сняты такие остросюжетные картины, как «Неверная жена», «Пусть умирает зверь», «Несник», «Кровавая свадьба». Нужно сказать, что эти картины все были сняты в савторстве с Полем Жеговым. Шаброле этих лет сравнивали с Бальзаком, то есть с создателем новой человеческой комедии. Настолько он был плодотворным. Режиссер подытожил череду хитов своей самой неоднозначной работой «Виолетта Назьер». Может, вы видели. Там Изабель Юпер в главной роли, и она играет девушку из обеспеченной семьи, которая в ночное время подрабатывает проституцию. За работу в этом фильме Шаброле получила главный приз кинфестиваля Чикаго, Изабель Юпер – приз лучшей актрисы Каннского кинфестиваля, Адрана – премию «Сезар» как лучшей актрисы второго плана. То есть, в общем-то, все остались необделенными наградами. Сам Шаброле в интервью говорил о большом количестве снятых им фильмов. «Так, у меня нет болезненного стремления к совершенству, я к нему вообще не стремлюсь. А себе я говорю так, если я не смогу снять шедевр, надо попытаться снять хотя бы фильм. Поэтому я схож с актрисами, которые были особенно плодовитыми, такими как Семенон или Бальзар. Но я себя с ними совершенно не сравниваю, у меня нет таких претензий». То есть, совершенно воспринимал себя объективно. Вот, может быть, вы смотрите фотографии вот эти, и тоже возникает параллель с Хичкоком. Вот у него тоже фотографии были подобного плана, и сейчас вот они тоже популярны, эти фотографии в большом количестве. Ну вот, кстати, я не видел у Шаброле таких фотографий. Вот мы когда стали готовить, как раз мы их нашли. И, в общем-то, тоже тут параллель такие можно привести. Сотрудничество с Жековом закончилось в 1975 году, и в творчестве Шаброле наступил заметный спад. Нужно сказать, что самой заметной работой этого периода был фильм «Церемония». Может быть, вы его видели. Вышел он в 1995 году. Хороший фильм, кстати, очень интересный. Немножко хотел бы сказать о личной жизни режиссера. Был он женат трижды. В первом браке с Анье с Гуте у Шаброле родилось двое детей, в том числе и сын Матье Шаброле, который стал композитором и являлся композитором во многих фильмах Шаброле. Писал музыку для него. Вторая жена Стефана Адрана была. Она родила ему сына Тома, который затем стал актером и снимался фильмом Шаброле. То есть, все в семью было. Затем Шаброль развелся с Адраной. Он говорил, что она ему, в общем-то, стала больше интересной как актрисе, чем как жена. И вот это был повод для того, чтобы развестись. Третьей женой в 1981 году стала Хоррор Шаброль, которая работала стюнатным редактором его картины. У них родился один ребенок, и брат продолжался вплоть до смерти Шаброле. Свою последнюю ленту Белами режиссер выпустил в 2009 году. 12 сентября 2010 года Хорр Шаброль скончался в Париже на 1981 году жизни. В общем-то, человек прожил достойную, длинную жизнь, прожил не зря, оставил нам прекрасное наследие. Сегодня мы с вами как раз посмотрим фильм, который является ярким обращиванием фильмов французской новой полны. Насладимся им, а затем попробуем его обсудить. Приятного просмотра!